Каждый пишет 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 Это романс Каждый пишет 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 Сердце у меня. Я чуть-чуть поставлю маркер. Обычно Александр Сергеевич писал, как вы знаете, ямбом. Четырех- или пятистопным. Это его, своего рода, открытие, разговорный жанр в поэзии, которая до этого в России была достаточно высокопарной. Четырехстопный ямб. Тра-та-та-та-та-та. Мой дядя самых честных правил и так далее. Вот. Первая безударная, вторая ударная. А вот этот романс написан хореем. Мчатся тучи, вьются тучи. Тра-та-та. Тра-та-та-та. Это ударный первый слог. Все. Больше на теоретическую тему постараюсь не говорить. Хотя как-то мы придем и к стопам более сложным. Трехсложным стопам. Но они порождают другую музыку. И поэтому нам так интересно смотреть, как это происходит. Посмотрим другой романс. Мы идем немножко вот из романсовой культуры, а придем совсем к неожиданным каким-то вещам. Это романс на стихи Николая Гумилева. Наверняка многие из вас знают композитора, певца, исполнителя изумительного, блистательного конца 70-х, 80-х годов Валера Агафонова. Вот Валера написал музыку на эти стихи. Зачем они ко мне пробрались в думы, Как воры ночью в тихий мрак предмести? Как коршуны зловещие угрюмы Они жестокой требовали мести. Ушла надежда, и мечты бежали. Глаза мои раскрылись от волнения. И я читал, на призрачной скрижали Свои дела, слова и помышления. За то, что я холодными глазами глядел На уплывающих к рассветам. За то, что я горячими губами Касался губ, которым грех неведом. За то, что эти руки, эти пальцы Не знали плуга, были слишком тонки. За то, что песни Вечные скитальцы молили только Горестно и звонко. За все теперь настало время мести. Обманный нежный храм слепцы разрушат, И думы воры в тишине предмести. Как нищего во тьме меня Задушил. Вот здесь пятистопный ямб, и мы слышим, как отличается от того романса, от другого романса В той же романсовой культуре. Сегодняшний вечер называется «Как он дышит, так и пишет». Это реплика, это цитата из Булата Шаловича Акуджавы. И поэтому Акуджава будет одним из наших героев сегодня. Своего рода героев-проводников. Я не могу сказать, то есть я вообще не выделяю любимых поэтов-исполнителей. Я сознательно не называю их бардами. Это другая культура. Поэт-исполнитель – это в первую очередь стихотворец. В первую очередь стихотворец, а не просто звучащий нарратив какой-то. Но дело даже не в этом. Будет Акуджава, будет, разумеется, Владимир Семенович Высоцкий, будет, разумеется, Галич, будет Михаил Щербаков, которого я очень уважаю. Значит, там что-то подойдет еще. Посмотрим, насколько нас хватит. Меня хватит надолго, насколько хватит вас. Посмотрим. Значит, вот знаменитый романс Акуджавы. Ничего нового я вам здесь не покажу, кроме того, что это мое отношение к этому романсу. Соответственно, его характер исполнения. Не надо сравнивать с оригиналом ни как пел Акуджава, ни как пела, например, Доронина. Моя радость А где-то, скажите, гора, притомился мой конь? Скажите, пожалуйста, как мне доехать туда? На ясный огонь, моя радость, на ясный огонь. Езжай на огонь, моя радость. Найдешь без труда. А где этот ясный огонь, отчего не горит? Сто лет подпираю я небо ночное плечо. Фонарщик был должен зажечь. Да, наверное, спит. Фонарщик-то спит. Моя радость, а я ни при чем. И снова он едет один, без дороги во тьму. Куда же он едет? Ведь тьма подступила глазам. Ты что потерял? Моя радость, кричу я ему. А он отвечает. Ах, если б я знал это сам. Ты что потерял? Моя радость, кричу я ему. А он отвечает. Ах, если б я знал это сам. Мы видим, как бюро романса проходит там уже, да, века меняются, десятилетия, столетия проходит. А мы слышим эту общую интонацию, потому что она замешана. В первую очередь, на качественном стихе. Вот в чем дело. Вот это отличает от даже прекрасных мелодических вещей поп-культу. У поп-музыки свои законы. Я к ним не подираюсь, я ее не занимаюсь. Но, как бы, критически не мое право разбираться. Но здесь очень важно. Здесь каждое слово стоит на своем месте. У каждого слова свой пуант, свой вес, да. Кстати, вот этот романс о Куджаву написан непростым размером. Это трехстопный анфибрахий. Не будем завязать в глубину. Но это уже трехсложная стопа. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Из трех слогов. Средний ударный. Если бы был первый ударный, то это был бы дактиль, как вы знаете. Если бы последний ударный, то это был бы анапис. Ну и черт с ними, с этими размерами. Тем не менее, повторяю. Они влияют на то, как музыка приходит к стиху. В том числе они. Не только соберутся в стихах. Вот, например, я сейчас прочитаю стихотворение, которое мне очень-очень нравится. Борису Пастернаку. В том же размере, как и романс, который был до этого успеха. Душистою веткою машучи, впивая в потьмах это благо, Бежала на чашечку с чашечки грозой одуренная влага. На чашечку с чашечки скатываясь, скользнуло по двум и в обеих. Огромную каплей агатовую застыло, сверкаю, робею. Пусть ветер по таволге веющей ту капельку мучит и плющит. Цела, не дробится. Их две еще. Целующихся и пьющих смеются. И вырваться силятся. И распрямиться, как прежде. Но капля из рылец не выльется и не разлучаться. Хоть и режет. Не стихотворение, а одна большая загадка. Как это резать каплю? Чем можно резать фору? Чепуха какая. И все-таки две или она одна? Это одна из двух. Поэтому никак не разлучаться. Но одна. Но самое главное, что там в начале? Что там распрямиться, как прежде? Кому распрямиться? Капле? Как капля может распрямиться? Заглядываем в начало стиха. В начало. Душистою веткою машучи. Главный персонаж стихотворения стоит в творительном, извините, падеже. Ветка. Она хочет распрямиться. Но капля не дает. Потому что капля слилась из двух любящих друг друга. И висит на этой ветке. И ветка не может распрямиться. По-моему, это совершенно гениально. Мы, значит, я начал, ну, то есть, вот, Акуджаву упомянут и попробуем немножко другую его музыкальную культуру. Известная вам песня. Акуджаву упомянула. Акуджаву упомянула. Акуджаву упомянула. Акуджаву упомянула. Акуджаву упомянула. Что ж, если в Портленд нет возврата, Поделим золото, как братья. Поскольку денюжки чужие Не достаются без труда. Когда воротимся мы в Портленд, Нас примет Родина в объятия. Но только в Портленд воротиться Нам не придется никогда. Когда воротимся мы в Портленд, Нас примет Родина в объятия. Но только в Портленд воротиться Не дай нам Богу никогда. Сейчас, потому что, как бы, время, время одно. Внутри него, как вы помните, Появлялись одним за другим поэты, Которые брали в руки гитару, И вдруг это завораживало нас. И вот совершенно другая И музыкальная, и поэтическая структура моего... Просто, да, у меня слезы наворачиваются на глаза каждый раз, Когда я думаю об Александре Аркадьевича Галича. В новогодний бедлом Как в обрыв на крутом вираже Все еще только входят, А свечи погасли уже И лежит в сельдерее Убитый кухонным ножом Поросенок с бумажной розой Покойник Пижон, А полковник Пижон, что того поросенка принес, Разливает боржом И целует хозяйку в засос. Он совсем разнуздался, подлец, Он отбился от рук, И следят за полковником Три кандидата на У. А хозяйка мила, Да, хозяйка чертовски мила, И уже за столом, как положено, Куча мала, И уже кто-то ест, кто-то пьет, Кто-то ждет, что ему подмигнут, А полковник надрался, Как маршал, за десять минут. Над его головой произносят Заздравную речь И суют мне гитару, Чтобы общество песни развлечь. Ну, помилуйте, братцы, Какие ж тут песни пока Не допили еще, Не доели цыплят табака. Вот полковник желает исполнить Романс Журавли, Но его кандидаты куда-то Поспать увели. И опять кто-то ест, кто-то пьет, Кто-то плачет навзрыд. Что за праздник без песни Мне мрачный сосед говорит, Я хотел вас, товарищ, От имени всех попросить. Не могли бы вы, товарищ, Нам что-нибудь изобразить? И тогда я улягусь На стол, на торжественный тот, И бумажную розу засуну В оскаленный рот. И под чей-то торжественный возглас В дыму и в жаре Поплыву, потеку, потону Поросячьим жилетом. Это будет смешно, Это вызовет хохот да солез, И хозяйка лизнет меня в лоб, Как признательный пес. А полковник, проспавшись, Возьмется опять за свое, И, отрезав мне ногу, Протянет хозяйке ее. А за окнами снег, А за окнами белый мороз, Там бредет чья-то белая тень Среди белых берез, Среди белых берез. И по белому снегу и прочь, В петроградскую ночь, Прямо в белую давнюю ночь, В ночь, когда По скрипучему снегу В трескучий мороз Не пришел, а ушел. Мы потом это поняли. Белый Христос и поземка, Следы заметая, Мила и мила, а хозяйка мила, Да, хозяйка чертовски мила. Зазвонил телефон, и хозяйка махнула рукой, Подождите, не ешьте, Оставьте кусочек другой, А потом в телефон, отгоняя ладошку и дым, Приезжайте скорей, А не то мы его доедим. А за окнами снег, А за окнами белый мороз, Там бредет моя белая тень, Среди белых берез. Это был Александр Дианин. Не буду называть автора, Специально для контраста сейчас совсем Другая музыкальная культура, Но поэтически очень родственная. Воохмелюся легка, лесом правил я, Не устал, пока пел за здравие, А умел я петь песни вздорные, Как любил я вас, очи черные, То плелись, то неслись, то трусили рысцой, И болотную слизь конь швырял мне в лицо, Только я проглочу вместе с грязью слюну, Чтоб у горла скручу и опять затяну. Очи черные я, как любил я вас, Но прикончил я то, что впрок припас. Головой встряхнул, чтоб слетела блаш, И вокруг взглянул и присвистнул аж. Лес стеной впереди, не пускают стена, Кони прядут ушами, назад подают, Где просвет, где прогал, не видать, Ни рожна колют иглы меня, Да костей достают. Горенной ты мой, выручай же, брат, Ты куда, родной, отчего назад? Дождь, как я цветвей, недобром пропах, Престижной моей волк нырнул под пах. Вот же пьяный дурак, вот же налил глаза, Ведь погибель пришла, и бежать не суметь. Из колоды моей утащили туза, До такого туза, без которого смерть. Я ору волкам, побери ваш парах, О, коней пока подгоняет страх, Шевелю-ка нутом бью крученые, И ору притом, очи черные, Свист до топа, до пляс, Далекой перепляс, Бубенцы плясовую играют с дуги, Ой, вы, кони мои, загублю же я вас, Выручайте, друзья, выносите враги, От погони той даже хмель иссяк. Мы на кряж крутой, на одних осях, В клочьях пены мы, струи в кряж лились, Отхрипели, отплевались и откашлялись. Я лошадкам забитым, что не подвели, Поклонился в копыта, до самой земли, Сбросил с воза монатки, повел в поводу. Спасибо, Бог вас, лошадки, Что целому и нам. Владимир Шеменович Высоцкий Вернулся блудный сын домой, К обеду был откормленный телец. Отец сел рядом, он был с огромной черной Вавилонской бородой. Ему хотелось спросить о многом, Но родной язык был уже утерян сыном, Ели молча. Сын боялся показаться голодным, Отец боялся показаться смешным. Миска с телятины еще раз Обошла вокруг стола. Сказать по правде у них Отличный был аппетит. «Так вы меня узнали?» Спросил вдруг сын. Но крошка попала ему не в то горло. Он закашлялся потом. Забыл, о чем сказать хотел, И снова ел. После обеда мать выпала посуду, Как сгорбилась она, Как плачут ее глаза. Сын лег на травку возле дома. Долго-долго смотрел он на луну. Отец все бороду расчесывал. Все думал! Это было стихотворение Харри Мартинсона, Выдающегося западноевропейского шведского поэта. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Две страницы вечны Две страницы вечны Любовь и разлука Поделятся с нами сполна Поделятся с нами сполна Чем дольше живем мы Тем годы короче Тем слаще друзей В голосах Только б не смог Под дугой Колокольчик Глаза бы глядели В глаза Глаза бы глядели В глаза То берег, то море То солнце, то вьюга То ласточки, то воронье Две вечных дороги Любовь и разлука Проходят сквозь сердце мое Проходят сквозь сердце мое Надо уточнить и упомянуть Музыка Исаака Шварца Великого композитора В этот тот из немногих случаев Хотя Шварц написал на несколько Музыка и стихотворений Акуджавы Мелодии Шварц гениальный композитор В том числе знаменитый Ваш благородие Это тоже музыка Исаака Шварца На стихи Булата Шаловича Но всего не перепеть У нас с вами своя история Я вам напою Стихотворение Одного из моих любимых поэтов Я его напою Отважен Потому что эту мелодию Как бы тречитатив Мелодически написал Стихи Осипа Мандельштама День стоял О пяти головах Сплошные пять суток Я, сжимаясь, гордился Пространством За то, что росло на дрожжах Сон был больше, чем слух Слух был старше, чем сон Слитен чуток И за нами неслись Большаки На ленщицких вольжах День стоял О пяти головах Чумей от пляса Ехала конная Пешая шла Черноверхая масса Расширение Маорты Могущества В белых ночах Нет ножах Глаз превращался В хвойное мясо На вершок бы мне синего моря На игольное только ушко Чтобы двойка конвойного времени Парусами неслась хорошо Сухомятная русская сказка Деревянная ложка Ау Где вы трое Славных ребят Из железных ворот ГПУ Чтобы Пушкин На чудный товар Не пошел По рукам дармоедов Громотеет в шинелях С наганами Племя Пушкиноведов Молодые любители Белозубых стишков На вершок бы мне синего моря На игольное только ушко Поезд шел на Урал В раскрытые рты нам Говорящий Чапаев С картины скакал Звуковой За бревенчатым тыном На ленте простынной Утонуть и вскочить На коня Своего Осип Мандельштам АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ой, сейчас мы Сейчас мы вообще В какую-то другую Историю Давайте Пройдем Потому что Музыкальные культуры Очень разные Это Романс Но это Блатной Романс Это Одесский Блатной Романс А там есть Такие Первые По качеству стиха По всему А тут еще И сюжетный ряд Замечательный Послушаем Попробуем Попробуем понять Может быть Я преувеличу На Молдаванке Тихо Музыка Играет Кругом Веселье Пьяное Шумит Там За столом Бокалы Наливает Пахан Одессы Костя Инвалид Сидит Наш Костя В отдельном Кабинете И Поет Маньку Розовым Венцом И Между прочим Держит На примете Ее Вполне Красивое Лицо Он Говорит Бокалы Наливая Вином Шампанским Душу Горяча Послушай Манька Дочка Дорогая Мы Пропадем Без Скольки Ширмача Живет Наш Колька На Беломор канале Толкает Тачку Двигает Киркой А Фраера Вдвойне Наглее Стали Кому Жек Взять Опытной Рукой Ты Поезжай Ка Милая Дотуда И обеспечь Фартовому Побег Да Поспеши Кудрявая Покуда Не Запропал Хороший Человек Уже Манька В поезде Почтовом И вот Она У лагерных Ворот А в это Время Зорькою Бубной Идет Веселый Лагерный Разлет Шагает Колька В кожаном Реглане В глаза Бьет Блеск Начищенных Сапог В руках Он Держит Важные Завязал Скажи Что Понял Жизнь Он Новую Другую Кругом Веселье Пьяное Шумит Там За столом Бокалы Наливая Пахан Такие Вещи Говори У нас Воров Серьезные Законы И По законам Этим Мы живем И Если Кто-то Честь Вора Уронит То Мы его Попробуем Пером Но Манька Встала И сказала Его Не тронут Этим Я ручусь Я поняла Значение Канала Как Николай И Этим Я горжусь И Манька Вышла Кровь Заледенила Один За Манькой Выскочил Во двор Прощай же Сука Чтоб Не заложила Умри Маруся Или Я не вор А На Канал Приказ Отправлен Новый Приказ Суровый Марануть Порча И Как-то Утром Зорькою Бубновой Не Стало Кольки Кольки Ширмача Не Знаю Мне очень Продолжим В этой же Немножко культуре Но Да Опять Это Возвращение к Высоцкому Посмотрим Это редкий стих Вообще На самом деле Это Октайдер Это Восьмистрочная Строфа Строфа Такой блок Да Бывает Четырех строк Реже шести Восьми строк Она бывает Но Это редкая Здесь Рифмованы Первая Вторая Третья строчки Четвертая Не рифмована Потом рифмованы Пятая Шестая Седьмая А восьмая Рифмуется с четвертой Вот такая структура Владимир Семенович Большой Поэт Когда В одном Из Прогулки По Венеции Иосиф Бродский Сказал Я не помню Кому Точно Не важно Он сказал Вы что там вообще? Кого Вы называете Бабом? Великого русского Поэта? А у соседа пир горой И гость солидный налитой Ну а хозяйка Хвост трубой Спешит к подвалу В замок Врезаются ключи И вынимаются харчи И с тягой ладится В печи С поддувалом А у меня Сплошные передряги То в огороде Недород То скот падет То печь идит От нехорошей тяги А то щеку На сторону Ведет А у соседа Мясо в щах На всю деревню Хруст в хрящах И девка Вона вся в прыщах Созрела Значит Смотрины Стало быть у них На сто рублей Гостей одних И даже тощенький Жених Поет и скачет А у меня Цепанные псы Взбесились Средь ночи Злая Перешли На вой И на ногах Моих Мозоли Прохудились Оттопотни По горнице Пустой Сосед Маленочка Прислал Он от щедрот Меня позвал Но я конечно Отказал А он сначала Видать Электровую огрел Ну и понятно Подобрел И я пошел Попил Поел Не полегчало И посредине Этого Разгула Я пошептал На ухо Жениху Что жениха Он Как будто ветром Сдуло Невеста Вся Рыдает Наверху Сосед орет Что он народ Что основной Закон блюдет Мол кто не ест Тот и не пьет И выпил кстати Все сразу Повскакали с мест Но тут малец С поправкой влез Кто не работает Не ест Ты спутал Батя А я сидел Засоленою Трешкой Чтоб завтра Гнать Похмеле мое В обнимочку С обшарпанной Гармошкой Меня и пригласили За нее Сосед Другую Литру съел И обсавел И засавел Он захотел Чтоб я попел Зря Что ль поили Меня схватили За бока Два здоровенных Паренька Играй Паскуда Пой Пока не удавили Уже дошло Веселье До точки Уже Невесту Тискали Тайком И я запел Про светлые денечки Когда служил На почте Ямщиком Ну а потом Была уха И заливные Потроха Потом Поймали Поймали Жениха И долго Я пью Сейчас А утром Там всегда Покой И хлебный Мякиш за щекой И без похмелья Перепой И еды Навала Никто не лается В сердцах Собачка Мается В сенцах И печка В синих Изразцах Из-под Дувала А у меня И в ясную Погоду Хмарь На душе Которая Горит Хлебаю я Колодезную Воду Чиню Гармошку И жена горит У Жене Моей Спросите У Дашки У сестре Спросите У Клавки Но ни капельки я не был поддавший Разве что Маленько С поправки Я Культурно Проводила Воскресенье Я Помылся И попарился В баньке А к обеду Как сошлась Моя семья Начались у нас Подначки Да Байки Только Выпил я Грамм сто Для почина Но не более чем сто Чтоб я помер Вижу К дому Подъезжает Машина И гляжу На ней Обкомовский Номер Но я На крылечко Мол что за гость Кого привезли Не чехали А там Порученец Чернильный гвоздь Седай Говорит Поехали Но раз зовут Меня То май Навира В ДК Идет За утрення За дело Мира И первые там И прочие Из области Ну сажусь Я к порученцу На ноги Он Листок Мне Я и тут Не перечу А знакомься Говорит По дороге Со своей Выдающейся Речью Ладно Мыслю Набивай себе Цену Я ж в зачтениях Мостак Слава Богу Приезжаем Прохожу я На сцену И сажусь Со всей Культурностью С Богом Тут Гляжу Моргает Мне Председатель Мол скажи Свое Рабочее Слово Выхожу я И не дробно Как дятя А спокойно Говорю И сурово Израильская Говорю Военщина Известно Всему Свету Как мать Вам говорю И как женщина Требую Их К ответу Который Год Я вдовая Все счастье Мимо Но я Стоять Готово За дело Мира Как мать Вам говорю И как женщина Тут Отвисла У меня Прямо челюсть Мол Бывают же Такие Промашки Этот Супкин сын Пижон Порученец Перепутал В суматохе Бумажки И не знаю Продолжать Или кончить В зале Вроде Ни смешочка Ни вою Первый Тоже Вижу Рожи Не корчит И кивает Мне Своей Головою Ну и Дал я Голопам По фразам Слава Богу Завсегда Все и то же А как Кончил Все Захлопали Разом Первый Тоже Вижу Сдвинул Ладоши А потом Зазвал В свою Вотчину И сказал При всем Окружении Хорошо Хорошо Ты им дал По работе Очень Верно Осветил Положение Александр Галич и Галичем же продолжил прекрасный романс Ох Ох Ему и всыпали По первое По дерьму Спеленутого Волоком Праведные суки Брызжа Пеною Обзывали жуликом И полоком Раздавались Выкрики И выпады Ставились Умело Многоточия А потом Как водится Орг Выводы Мастерская Договор И прочее Он припер вещички в гололедицу Все в один упрятал узел граненькой И свалил их в угол как полейницу И холсты и краски и подрамники Томка вмиг сгоняла за Кубанскою То да сё Яичко Два творожничка Он грамм сто принял Заел колбаскою И сказал что Полежит Немножечко Вынул тайно из пальтишка Дранова Нембутал Припрятанный заранее А на кухне тёща из Иванова Ксения Павловна вела до знания Тай-да-рам 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 Тай-да-ра Тай-да-рам Тай-да-рам Он из Рыбинска, что рисует, все натуру разную, сам еврей, а что, сиди не рыпайся, вон улитки без ноги, да с язвы, Курит много, в день полпачки севера, литкин дьявол курит вроде некруто, а у них еще по лавкам семеро, хорошо живете? Лучше некуда Литкин, что не в вечер все с приятелем, заимела дура в доме ворога, значит, окаянный твой с понятием, в день полпачки севера недорогом Пить-то пьет, как все по воскресеньям, Литкин пьет, вся рожа окорябана Помолчали, хруснуло печенье, и вздохнув, сказала теща Ксения Ладно уж, прокормим окаянным Тай-да-дам, тай-да-дам, тай-да-дам А вот стихотворение, которое я упоминал Городнейский, я считаю, прекрасный поэт, замечательный Исполнитель, самый на гитаре не играет, как вы знаете, у него всегда механизм Когда висишь убезда на краю, то мысли яснее и проворны Еще хрипит команды капитан, визжит собака Кроет матом боцман, и офицер в своей каюте плачет Игулки панс лопается с громом, над палубой затопленной Еще из сил последних стелются по ветру Худые руки порванных с властей Отчаянно стараюсь уцепиться за облака За звезды, за луну, корма взлетает вверх Предсмертным ревом ревут винты Подброшенные в воздух и затихают, обретая воду Еще в зеленом хаосе вселенной Летит твоя непрочная планета Роняя искры, черпая бортами И ты дрожишь, живется ее недолго Скрипящий под ударами каюча Скорей, скорее, лишь несколько минут Всего тебе отпущено надо Так много вспомнить о себе самом И снова позабыть Скорей, скорее И все леса, в которых ты бродил Сливаются в один огромный лес Шумящий над тобой И города соединяются в один огромный город И реки, по которым ты сплавлялся одной рекой Торжественно гудят И женщины, которых ты любил Единственное имя обретают Все повторить опять, опять увидеть Поселки, утонувшие в снегу Неторопливое падение листьев И тени птиц на утренней палатке Я ухожу Пусть снова повторится И первый поцелуй И первый выстрел И первое звучание стиха Я ухожу Но я возникну снова Светящийся пылинкой в темноте Чтоб на другом качаться корабле С иным лицом, иными волосами И землю торопить к себе иную И петь на незнакомом языке И будет снова шум ночных деревьев Тревожное прикосновение солнца Соль женских губ И горький вкус напитков И только старости одной Не будет Это белый стих Он не рифмованный Но он ритмический Но он не рифмованный Но мы же понимаем, что это стихотворение Не обязательно искать точные рифмы Содержание стиха настолько плотное В теории называется Коннотация текста Она настолько плотная Что уже Городницкому Легко было найти все рифмы Не надо Это вот такой пример Очень качественного белого стиха На стол колоду, господи Краплёная колода Краплёная колода Он подменил её, когда барон Вы пили воду Валет на коло так и есть Барон, ваш долг погашен Вы проходимец, ваша честь Вы проходимец, ваша честь И я к услугам вашим Но я не слышу ваш апарт О нет, так и не годится А в это время Бонапарт А в это время Бонапарт Переходил границ Закончить не смогли вы кон Вероните бриллианты А вы бароны, вы Виконт Пожалуйте в секунданты Ответьте, коли я не прав Но наперёд всё лживо Прошу назвать оружие вас И так оружие ваше Город, за вами выбор живо Вы не получите инфаркт Вам не попасть в больницу А в это время Бонапарт А в это время Бонапарт Переходил границу Ну полно назначаю сам На шпагах, пистолетах Хотя сподручней было бы вам На дамских амулетах Кинжолом, если бы вы смогли Я дрался им в походах Но вы, конечно, предпочли б Но вы, конечно, предпочли б На шулерских колодах Вам скоро будет не до карт Вам предстоит сразиться А в это время Бонапарт А в это время Бонапарт Переходил границ Не подымайте ничего Я встану сам сумею Я снова вызову его Пусть даже протрезвею Барон молчать, виконт не хнычь Плевать, что тьма народу Пусть он ответит старый хорыч Пусть он ответит старый хорыч Чем он кропил колоду Когда раскроет тайну карт Дуэль не состоится А в это время Бонапарт А в это время Бонапарт Переходил границу А коль откажется сказать Клянусь своей главою Графиню можете считать сегодня же Вдовою И хоть я шуток не терплю Но я могу взбеситься Тогда я графу прострелю Тогда я графу прострелю Пардон-мар Ягодицу стоял Весенний месяц мар Летели с юга птицы А в это время Бонапарт А в это время Бонапарт Переходил границу Ах, граф Прошу меня простить Я вел себя бестактно Я в долг хотел у вас спросить Ну, не решался как-то Хотел просить наедине мне На людях неловко И вот пришлось устроить мне И вот пришлось устроить мне Дебош и потасовку Я весь в долгах Пусть я не прав Имейте снисхождение Примите извинения, граф Примите извинения, граф И с ними уверение О, да, я выпил целый штоф И сразу вышел червой Дурак Дурак Вот как Что ж, я готов Итак, ваш выстрел Первый История этой песни Может быть вы знаете Юрий Петрович Любимов Театр на Таганке Делает спектакль Ну, время Декабристы Офицеры Вот И говорит Володя, напиши песню К спектаклю Высоцкий не пишет Не пишет, не пишет Не пишет, не пишет И перед последним прогоном Ну, то есть еще до генеральной Но перед прогоном Он поет Всей труппе Песню И там такое молчание И Любимов говорит Ну, тут Либо Володя будет песни петь Либо мы будем играть Вот В том смысле, что в песне сказано все Не обязательно два часа играть спектакль Можно три с половиной минуты спеть песню И будет все про это понятно Я прочитаю вам стих Не полностью Он большой Он для меня очень важен Потому что стих одного Опять-таки из моих любимых поэтов И он посвящен городу, в котором я Родился, жил, который знаю Вот так Правда, нужно честно сказать Что и Берлине сейчас Ненамного хуже, чем Ленинград, Петербург Я хотел бы жить Фортунатус В городе, где река Высовывалась бы из-под моста Как из рукава рука И чтобы она впадала в залив Растопырив пальцы Как Шопен Никому не показывавший Кулак И чтоб там была опера И чтобы в ней Ветеран, тенор Исправно пел Арию Марио По вечерам И чтобы тиран Аплодировал ему в ложе А я в квартире Бормотал бы, сжав зубы От ненависти Баран И там был бы яхт-клуб И футбольный клуб По отсутствию дыма Из кирпичных фабричных труб Я узнавал бы о наступлении Воскресенья И долго бы трясся В автобусе Мучая в жмении Ру Там была бы библиотека И в ее залах пустых Я листал бы тома С таким количеством запятых Как количество скверных слов В современной речи Не пробравшихся В прозу Не тем более стих И там было бы это кафе С недурным браман уже Где сказав Зачем нам двадцатый век Если есть уже Девятнадцатый век Я бы видел Как взор Соседа Надолго Задерживается На вилке Или ноже Время Текущее В отличие От воды Горизонтально От вторника До среды В темноте Там разглаживало бы Морщины И стирало бы Собственные Следы И там были бы Памятники И я бы знал имена Не только всех всадников Всунувших стремена Историю Свою ногу Но и их Их четвероногих Учитывая отпечаток Оставленный Имена Населения Города Исприсохшей Губе Сигареты Поздно Заполночь Возвращаясь Домой к себе Как цыган По ладони По трещинам На асфальте Я гадал бы Икая В слух О его Судьбе И когда Меня Наконец Возьмут За шпионаж Бродяжничество Подрывную Деятельность Менаж Атва И толпа Выбеснуясь Кричала Тыкая В меня Прокуренным Указательным Менаж Я бы Втайне Был счастлив Твердя Про себя Смотри Это твой шанс Увидеть Как выглядит Изнутри То На что ты Так долго Глядел Снаружи Запоминай Подробности Повторяя Вив Ла Патри Иосиф Александрович Брод Брод Смотрите Я очень хочу Вам показать Из другой Языковой И музыкальной Культуры Песню И язык Другой Порождает Другую Ритмику И порождает Другую Мелодику Хотя Она Очень Пересекалась И с русской Мелодикой И самое главное С мелодикой Песен Йидиш И там Можно услышать Интонации Родственные Клезмеру И это Не случайно Народы Из одного Региона Мелодикой Ой-ой-ой-ой Да Ой-ой-ой-ой Чекайте Йл Да Эй Дуб Шен Без Да Эй Дудем Из Ни Рой-ой-ой-ой Шау Балал Трапэ Напер Нил Яс Ай-ай-ай Ай-я Тали Грэн Трэн Твэлла Эй-я Тали Грэй Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это схождение того, что сейчас территориально мы называем юго-восточная Польша, западная Украина, северо-восточная Румыния, кусочек Венгрии. Знаете, там долгое время, с 80-х годов XIX века были очень популярны квинтеты, значит, из пяти человек. Румын на клаве, цыган на гитаре, еврей на скрипочке и духовые сербы-венгры. Вот так подбиралось, потому что у каждого были свои сильные козыри. И вот так оно рождалось. Потом наиболее зрело вышло из этого, то, что мы сегодня знаем, это клейзмор и балканская духовая замечательная музыка. Самая разная, я ее обожаю. Но там все слышны, все общие корни, конечно же, слышны. Вот, тогда еще, вот, ну, знаменитая песенка, но не спеть ее сегодня грешно наидиш. Можете подпевать? Ну, припев, во всяком случае. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И он щебечет и хлопочет На расхват идут напитки Курс в порядке биржевой Люд заморский по руинам Бодро скачет, пальцем тычет То, что хочет Отчего бы не скакать Помилуй, Бог, пока живой За сто лир цена смешная Ты пломбир купи с изюмом И отправься вдоль Далькорса Юных девушек смущая Серым в клеточку костюмом Ах, эти девушки с глазами Серьезными такими Моргают так прелестно Мы умрем, и черт бы с нами Ну а что случится с ними Совершенно неизвестно На скамейке ренессансной У античного собора Не забудь, что ехать скоро И бесед не заводи Что там за архитектура, сеньорина Что за флора там, сеньора Не твоя печаль, приятель Погулял и проходи Ровно в срок коснется слуха Тот сигнал волторный строгой Что сбирать велит пожитки Ни пера тебе, ни пуха Отдохни перед дорогой Влажный рассвет тебя разбудит портье Ключами щелкнет, а дальше как придется Жизнь одна другой не будет Но пока волторно смолкнет Колокольчик разольется Жизнь одна другой не будет Но пока волторно смолкнет Колокольчик разольется Всклянки темного стекла Из-под импортного пива Роза красная цела Гордо и неторопливо Исторический роман Начинал я понемногу Продвигаясь, как в туман От пролога к эпилогу Каждый пишет, как он слышит Каждый слышит, как он дышит Как он дышит, так и пишет Не стараясь угодить Так природа захотела Отчего не наше дело А почему не нам судить? Были дали голубы Было вымысло в избытке И из собственной судьбы Я выдергивал по нитке В путь героя снаряжал Наводил о прошлом справки И по ручейкам в отставке Сам себя воображал Каждый пишет, как он слышит Каждый слышит, как он дышит Как он дышит, так и пишет Не стараясь угодить Так природа захотела Почему не наше дело А отчего не нам судить? Вымысел не есть обман Замысел еще не точка Дайте дописать роман До последнего листочка И пока еще жива Роза красная в бутылке Дайте выплеснуть слова Что давно лежат в копилке Каждый пишет, как он слышит Каждый слышит, как он дышит Как он дышит, так и пишет Спасибо вам! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok